всем привет как меня слышно напишите пожалуйста в чат потому что мы начинаем наш вебинар тема нашего сегодняшнего вебинара это хранение состояния и аутентификация веду его я синкевич кирилл ok поехали собственно о чем мы сегодня поговорим мы сегодня будем учиться делать вход на сайт то есть сделаем форму которая позволит нам залогиниться на сайт и после этого сохранить данные пользователя в сессии с тем чтобы пользователи прошедшей авторизацию форме мог посещать закрытые страницы сайта и для того чтобы нам все это чудо сделать нужно изучить следующие темы мы начнем вообще с обзора того что такое хранение состояния и как нам его организовать в вебе то есть по протоколу http какие средства для этого у нас есть и самое первое средство которое предлагает нам протокол это куки куки это на самом деле просто заголовок заголовок запроса заголовок ответа которые есть в http и с помощью кук мы можем сохранять данные пользователя между сеансами то есть мы можем записать что-нибудь в куку сохранить эти данные на компьютере пользователя и когда он в следующий раз посетит нашу страницу то мы эти данные обратно от него получим далее сессии сессии это продолжение идеи кук но умеют они немножко больше и в отличие от кук сессии это та такая настройка которая существует только в php то есть это такая возможность и удобство которое дает нам сам язык сессии работают точно также они позволяют хранить информацию между запросами но имеют дополнительные возможности какие именно мы с вами и узнаем ну и когда мы изучим куки сессии то есть научим хранить научимся хранить информацию для пользователя мы разберем такой процесс который называется аутентификацией аутентификация такое сложное слово оно означает как раз таки процедуру входа на сайт то есть когда у нас есть форма и мы вводим логин и пароль затем этот логин и пароль нужно сравнить с тем что у нас был сохранен при регистрации пользователя да и если они совпадают то значит этот пользователь тот за кого себя выдает и мы можем пустить его на сайт это и называется аутентификацией ну и так как в процесс входа на сайт входит проверка пароля то пароль тоже нужно научиться правильно хранить вот в чем дело дело в том что пароли которые пользователи придумывают или мы за них их придумываем их в открытом виде хранить нельзя их нужно шифровать определенным образом и вот мы сегодня как раз таки научимся это делать то есть получать пароль от пользователя сохранять его в зашифрованном виде с тем чтобы потом это было безопасней ну и самая главная тема на сегодня мы сделаем полностью вход на сайт то есть от начала до конца сделаем форму научимся хранить пароль потом эту эту форму оживим то есть она будет валидироваться а также мы будем проверять существование пользователя и правильность его пароля вот все это вместе будет на дымке и презентации мы шаг за шагом все это сделаем и у вас задание тоже будет сделать то же самое но в своем личном проекте ну и давайте начнем с нашей первой темы это хранение состояния собственно что называется хранением состояния когда у нас один и тот же пользователь бродит по сайту то есть приходится страница на страницу мы в некоторых случаях хотим эту информацию сохранять то есть мы хотим знать что вот конкретно страницу a b и c посетил один и тот же человек для чего это нужно но не так важно на самом деле допустим счетчик счетчики посещаемости какая-то аналитика сайта или мы хотим добавить некоторое дополнительное удобство допустим пользователь выбрал какую-то опцию на сайте допустим язык да и если у нас сайт мультиязычный то при первом посещении мы предлагаем выбрать язык сайта и после этого запоминаем выбор пользователя и все следующие страницы которые он будет смотреть они будут на том языке который он выбрал но чтобы вся эта история стала возможной нам нужно уметь определять пользователя среди всех остальных то есть мы должны знать что конкретно вот этот запрос пришел от васи пупкина и мы хотим получить всю информацию которую мы для него ассоциировали которую мы с ним сохраняли но стандартный протокол http он нам в этом мало чем может помочь потому что давайте вспомним как он работает когда пользователь заходит на сайт то есть чтобы попасть на сайт он сначала вводит его адрес да мы это проходили на прошлом вебинаре как работает протокол давайте быстренько это все вспомним так вот вводит адрес и браузер отсылает запрос на сервер с этим адресом и доп заголовками и обратно браузер получает от сервера ответ то есть ответ тоже содержит заголовки и тело ответа и вся эта история она повторяется для каждого пользователя одинаково то есть будь это один тот же пользователь или это будут разные люди которые смотрели одну страницу все эти запросы и ответы будут абсолютно идентичны то есть они не будут сохранять в себе никакой промежуточной информации но как раз таки зачем нам это нужно хранить такую информацию ну один пример я вам уже привел это настройка сайта то есть кастомизация когда мы сохраняем допустим язык или какие-нибудь другие настройки и потом все страницы сайта должны к этим настройкам иметь доступ также счетчики вторая очень важная сфера применения охранения состояния когда для каждого пользователя заводится какой-то идентификатор и когда он ходит по сайту то мы все эти посещения записываем именно под одним айди с тем что потом можно было иметь доступ к статистике допустим сколько у нас в среднем посещают страниц там длительность посещения и другая полезная информация ну и самая важная на сегодня тема точнее способ требования зачем нам хранить состояние это идентифицировать пользователя то есть если мы сделали форму которая дает доступ к закрытым разделам сайта то после успешного заполнения этой формы мы должны этому пользователю дать доступ к этим страницам чтобы он каждый раз эту форму заново не отправлял то есть он один раз ее отправляет мы сохраняем информацию о том что он ее заполнил и больше эту форму не показываем но показываем закрытые разделы сайта вот так это работает ну а что касается нашего учебного проекта гифтюб то здесь мы будем хранить состояние вот для какой надобности у нас есть страницы просмотра гифки и на странице просмотра гифки есть две кнопки то есть прямо под сама гифка под ее писанием тут есть две кнопки мне нравится и в избранное и вот мы хотим сделать чтобы кнопка в избранное у нас работала то есть когда мы на нее нажимаем то это гифка должна добавляться в избранное зачем это нужно затем что у нас потом будет страница отдельная страница избранное где будут показаны все гифки которые пользователь добавил к себе в избранное то есть нажатие на эту кнопку добавляет гифку в некий список да и потом когда пользователь заходит на эту страницу избранное то все гифки которые были добавлены ранее они здесь показываются то есть мы эту гифку сохраняем на компьютере пользователя точнее ее айди и потом когда он заходит на специальную страницу мы эту информацию получаем обратно и показываем все гифки которые он до этого посещал то есть мы сохраняем историю его посещения можно так сказать ну и чтобы это все сделать первый способ который мы сегодня рассмотрим это cookies cookies и cookies это часть протокола http а именно заголовок то есть ничего нового cookies это просто еще один заголовок так вот но работает он немножко хитрее чем остальные заголовки дело в том что когда мы используем cookies и то браузер поддерживающие ну все браузер это поддерживает конечно так вот браузер когда видит этот заголовок он берет из него данные и сохраняет их у себя у вас точнее на компьютере и затем когда мы снова посещаем эту страницу он смотрит если данные для этого сайта то есть сохраняли ли мы что-нибудь ранее и если такие данные есть то он отправляет их обратно что еще интересно что еще нужно знать о cookies самое главное то что это самый стандартный и распространенный способ то есть это часть во первых часть протокола http а во вторых он поддерживается всеми браузерами то есть все браузеры которые сейчас уже существует они все умеют работать с cookies далее что касается формата хранения данных так как cookies это заголовки а протокол http у нас текстовый то в заголовке мы не можем во первых сохранить много данных во вторых эти данные будут только в виде строки поэтому cookies это всегда строка то есть всегда текстовая текстовая информация ну и так как эта часть протокола http то cookies участвуют как в заголовках в заголовках ответа так и в заголовках запроса то есть когда мы сохраняем cookies и мы отсылаем заголовок ответа когда мы их передаем обратно они находятся в заголовках запроса ну и что касается безопасности очень важно не давать чужим сайтам доступ к cookies других сайтов поэтому каждый сайт имеет доступ только к тем cookies которые он сам сохранил это контролирует браузер то есть мы не мы не должны этим заниматься нам не нужно об этом думать браузер всегда сам знает какой сайт какие cookies сохранял и чужие cookies он никогда не покажет другим сайтам ну и еще одно важное свойство cookies это то что у них есть так называемой срок годности то есть они для каждой для каждого cookies мы должны установить срок когда он истечет допустим через неделю через месяц через год и когда этот срок наступит то они автоматически удаляться то есть из этого следует что у cookies всегда есть срок хранения они не могут быть вечными ну и давайте разберем разберем по шагам как схематично будет выглядеть установка cookies в при первом посещении то есть допустим вы сделали сценарий новый сценарий где захотели добавить пользователю тут тут ту самую куку и вот какие шаги для этого будут выполнены первое когда вы хотите добавить куку вы ваш браузер отсылает http запрос на сервер затем чтобы запомнить пользователя сервер отсылает специальный заголовок это заголовок включает название cookie set cookie точнее и данные которые с эти с этими куками ассоциированы то есть допустим там в качестве названия может быть language до строка а в качестве значения english допустим мы сохранили в куки сах язык английский то есть этот cookies может использоваться для выбора языка и когда браузер получает такой заголовок он его сохраняет у себя в хранилища то есть он в профиле браузера есть множество файлов и один из таких файлов это база данных всех кук всех cookies и в эту базу данных он добавляет это новое значение с этим именем что происходит дальше то есть на этом шаге мы установили куку но установили мы ее затем чтобы потом ее прочитать то есть мы ее установили допустим в момент выбора языка мы выбранный язык скранили в куке затем на следующей странице допустим пользователь потом перешел на главную страницу и перед тем как эту страницу полностью показать мы хотим знать язык и этот язык мы ожидаем получить из куков и и вот как-то будет опять же чтобы загрузить страницу браузер отсылает этот ттп запрос и один из заголовков этого запроса будут куки те куки которые есть для этого сайта он соответственно этот запрос отсылает мы на сервере этот запрос получаем находим там заголовок куки получаем оттуда данные то есть выбранный язык и уже эти данные используем зависит от логики сайта но в данном случае мы показываем статью допустим на английском языке вот и так все все просто работает у нас есть два этапа установка и получение соответственно на установкой и установка и получение просто используют заголовки http но и давайте еще раз посмотрим как это выглядит уже ближе к делу у нас и так как мы работаем с php мы пишем сценарий на php то и куки мы будем также отсылать устанавливать и читать в своих сценариях поэтому вот как то будет происходить у нас есть php сценарий и допустим мы хотим сохранить в куках у пользователя избранные гифки вот как в нашем примере мы захотели добавлять гифки в избранное соответственно мы должны идентификаторы этих гифок хранить у пользователя и предположим у нас уже есть массив где есть несколько значений мы этот массив хотим сохранить у пользователя то есть в куках так вот мы этот массив добавляем добавляем его в специальный заголовок и этот заголовок отправляется вместе с контентом страницы в браузер пользователя ну и браузер пользователя получает этот ответ и парсит его смотрит какие заголовки находит там заголовок куки и сохраняет ее у себя далее как мы эти куки получим опять же посещаем когда мы в браузер посещаем сайт то браузер перед тем как отправить запрос он находит у себя в файловой системе в этой базе данных находит куку для и ку одну или несколько для этого сайта допустим опять же это были на те же самые наши гипки которые мы сохранили на предыдущем шаге так вот браузер находит все куки для этого сайта и отсылает их как часть загал как часть запроса то есть у нас есть заголовки запроса вот они и один из заголовков будет куки вот он и обратите внимание что название у заголовка куки а значение это само значение уже того что мы сохраняли так вот браузер добавляет эту этот заголовок к остальным заголовкам и в своем сценарии мы получаем этот запрос и получаем соответственно куку данные куки вместе из этих заголовков ну а теперь давайте посмотрим как эти самые заголовки выглядят из чего они состоят начнем мы заголовка для установки куки то есть тот заголовок который отсылается когда мы хотим установить новую куку этот заголовок мы отсылаем из php-сценария то есть это заголовок ответа так вот что в него входит обратите внимание на синтаксис то есть у нас здесь название заголовка как обычно через двоеточие его значение так вот значение этого заголовка она имеет свой собственный синтаксис она делится на четыре части и и первая самая первая часть это здесь это name и это имя куки допустим если бы мы сохраняли язык то таким на месте name здесь было бы ланг в данном случае мы сохраняем избранные гифки и на месте name здесь может быть гифс фав далее знак равно и само значение то есть это та самая информация полезная информация которую мы хотим хранить в куке здесь это будет список гифок точнее айди гифок разделены через запятую 1524 56 то есть это те гифки которые мы добавили в избранное и их номера мы хранить хотим хранить в куках и и это самая информация будет после знака равно дальше идут мет так называемые мета данные то есть то что нет не относится к значению но определяет условия жизни это куки и как я уже сказал у любой куки есть время время ее сроки истечения то есть когда она будет уничтожена поэтому мы должны этот срок также указать для этого и идет далее значение expires равно date и date это тот самый срок когда эта кука будет удалена допустим чтобы она хранилась там 10 лет мы бы могли указать вот такой дату вот в таком формате мы куку всегда должны указывать всегда куки должны указывать дату то есть если это будет если она должна жить день то мы здесь должны указать завтрашнюю дату неделю дату через неделю и так далее а далее что еще можно установить а дело в том что кука может работать быть доступны как на всем сайте полностью на любой его странице так и на части страниц то есть допустим у вас есть раздел сайта который начинается скажем news slash адрес новости допустим это у вас на сайте есть новости и каждая статья на этом сайте начинается с имени slash news slash там имя новости так вот если вы хотите установить куку только для раздела новостей то в качестве переменной паз вот здесь вы можете установить путь news если же мы установим здесь просто slash как вот как в примере то эта кука будет доступна на всех страницах сайта по умолчанию так оно и происходит ну и последняя часть это домен что здесь понимается под доменом несмотря на то что я сказал что куки всегда устанавливается только для текущего сайта то есть мы не можем установить куку для чужого сайта но даже у нашего сайта могут быть поддомены допустим на сайте html academy.ru есть поддомен app то есть есть фронт сайт где описание всех курсов и интенсивов а есть ваш личный кабинет и вы в него попадаете с помощью app.htmlacademy.ru и можно сделать так чтобы куки были доступны как на основном домене и всех поддоменах или вы можете ограничить их доступность только на одном поддомене ну и для того чтобы куки были доступны на всех поддоменах текущего сайта можно указать домен вот в таком виде . имя домена и все вот из таких вот из таких частей состоит значение заголовка сайт куки К счастью, нам не нужно будет знать его наизусть, так как PHP делает все за нас, но вам все равно важно знать и понимать, как этот заголовок выглядит. Итак, это был заголовок для установки. Теперь давайте посмотрим, как выглядит заголовок, который отправляется в теле запроса, то есть заголовок, который передает уже установленные куки. Он предельно прост, здесь даже ничего объяснять не надо, его имя заголовка просто куки, а значение это все куки для этого сайта, разделенные точкой запятой. То есть если мы установили две куки, то здесь будет два значения, и каждое значение состоит из имени и самого контента. То есть если у нас было две куки, то здесь будет имя первой, имя второй, значение первой и значение второй. Ну и вы сами можете увидеть эти заголовки. Опять же в нашей панели разработчика вы можете ее открыть, и для любого сайта, допустим, для того же самого HTML Academy, или, скажем, вы можете открыть Яндекс, все эти сайты ставят вам куки и их читают, поэтому вы можете видеть как заголовки запроса, так и заголовки ответа. Вот, допустим, здесь заголовки запроса с этой куки, это скриншот с сайта Яндекса. Мы видим, что здесь он установил нам две куки, одна с именем YP, а другая с именем Яндекс.GID. И это здесь установка, а в заголовках запроса мы видим передачу уже установленных кук. Это, видите, все наглядно здесь видно, и так как вы уже знаете, из чего состоит заголовок установки, то это значение полностью для вас уже не будет загадкой, вы будете сразу понимать, что кука с таким-то значением, истечет она в данном примере 26 апреля 27 года, установлена на все поддомены Яндекса и на все разделы сайта. Ну и, как я уже сказал, куки хранятся в браузере, точнее, браузер имеет к ним доступ, а физически они хранятся в файле в папке с браузером, то есть там, где хранятся все конфиги. И вы можете открыть этот файл, он находится в папке с профилем вашего браузера. Допустим, в хроме этот файл называется, так и называется, cookies, и если его открыть, ну, он имеет расширение SQLite, его просто так не посмотреть, нужно установить программу для просмотра файлов баз данных SQLite. Но если вы такую программу найдете, то вы сможете его открыть и увидеть все куки со всеми их свойствами. Этот файл обычно очень большой, чем дольше вы пользуетесь интернетом, то есть, если вы давно не перестанавливали систему, то он может занимать и несколько мегабайт, потому что, ну, практически каждый сайт в интернете ставит одну, а то и больше кук. Поэтому, чем больше сайтов вы посещали, тем выше будет размер этого файла. Ну и напомню, что куки удаляются автоматически, если истек срок их жизни, то есть, каждая кука имеет срок истечения, как только этот срок наступает, браузер сам автоматически эту куку удаляет. Но также вы можете удалить куки и самостоятельно, допустим, опять же, в том же хроме в настройках вы можете найти опцию очистки истории, поставить галочку напротив файла куки и другие данные сайтов, и после этого из хрома удалятся все-все-все-все установленные куки, даже те, которые еще могли жить до 40-го истечения. Также вы можете удалить куку для каждого сайта индивидуально через инструмент разработчика, либо для всех сайтов через настройки браузера. Ну и это что касается теории, да, я надеюсь, достаточно понятно объяснил, как работают куки, зачем они нужны. Ну а у нас сегодня практика, и мы начнем с самого простого примера, где посмотрим, как можно с помощью PHP куки устанавливать и их читать. А именно мы напишем очень простой сценарий, который будет просто считать количество посещений данной страницы. И для хранения счетчика этих посещений мы будем использовать куки. То есть, когда мы первый раз зайдем на эту страницу, там будет 1, мы ее обновим, значение плюсуется еще один, будет 2 и так далее. То есть, самый примитивный счетчик, который будет считать, сколько раз мы эту страницу открыли. И для того, чтобы сделать этот счетчик, нам понадобятся следующие функции. То есть, как мы будем с куками работать и с PHP. К счастью, нам в PHP не нужно будет работать напрямую с заголовками. То есть, я вас сейчас пугал всеми этими заголовками. Но на самом деле нам не обязательно их знать для того, чтобы работать с куками. Потому что в PHP есть полезная функция, которая уже всю эту работу скрывает внутри себя. Для начала нам нужно знать, как установить дату. И так как вы помните, что дата в куках устанавливается в таком сложном формате, не буду сейчас основу открывать. Но суть в том, что нам бы хотелось упростить. То есть, если мы хотим, допустим, поставить куку на месяц, то не хочется высчитывать, какая дата там будет через месяц, приплюсовать там 30 дней. Мы бы хотели просто указать, живи 30 дней и все. И для того, чтобы такую штуку сделать, есть функция StartToTime. И она как раз таки может дату вот из такого человеческого описания, 30 дней, перевести в любой формат. В том числе в тот формат, который нужен кукам. И вторая функция – это непосредственно установка куки. То есть, эта функция называется SetCookie, и она установит куку вместе с ее параметрами, сформирует заголовок и его отправит. Ну и вот так будет выглядеть установка одной куки. Смотрите, сначала мы определяем имя, определяем значение, дату жизни и путь. Все эти параметры передаем функцию SetCookie. И функция SetCookie сформирует заголовок и отправит его вместе со всеми остальными заголовками. Затем, чтобы ее прочитать, тут все еще проще. Опять же, вступают в дело наши любимые глобальные встроенные массивы. Вы уже знакомы с массивом Get, с массивом Post. И вот вам еще один такой же массив, этот массив Cookie. И таким образом, если мы в предыдущем шаге установили куку с именем VisitCount, вот с этим, то при следующей загрузке страницы в этом массиве появится значение с ключом VisitCount. То есть эта кука будет автоматически в PHP помещена в этот массив. Ну и чтобы куку удалить, как удалить куку, это немножко интереснее. Дело в том, что в PHP нет функции Delete Cookie, нет возможности удалить куку как-то иначе. Чтобы полностью удалить куку, мы устанавливаем ее же, но с датой из прошлого. Вот такая особенность. То есть если вы хотите куку удалить, то вы опять же ее как бы устанавливаете, передаете тоже имя, пустое значение и любую дату из прошлого. Такой синтаксис, он эту куку удалит. Также вы можете для верности очистить значение из массива куки, чтобы дальше в сценарии, если там идут строчки ниже, чтобы у этих строчек не было, то есть чтобы у этого кода не было доступа уже к куке, которую вы хотели бы удалить. При следующей загрузке сценария, естественно, в массиве куки ничего не будет. Ну и еще несколько параметров есть в функции setCookie. Мы рассмотрели следующее имя, значение, срок жизни, путь и домен. Но есть еще два. Мы их можем использовать, можем не использовать, но нужно знать, зачем они существуют. Дело в том, что куки могут хранить важную информацию, допустим, там может храниться информация о пользователе какая-то. И так как кука находится на, является частью заголовков, а также она лежит в браузере пользователя, ее очень просто украсть. И для того, чтобы усложнить эту задачу, есть два параметра. Один называется secure, по умолчанию он false. И параметр secure означает, что куки будут работать только если используется протокол HTTPS. То есть если мы используем незащищенный протокол HTTPS, то есть без шифрования, то по такому протоколу куки работать у нас не будут. Зачем это нужно? Затем, что протокол HTTPS, он не позволяет перехватывать трафик, допустим, через точку доступа. И таким образом, злоумышленник не сможет перехватить наш трафик, прочитать его и вычленить оттуда куку, себе ее присвоить и присвоить наши данные. Второй заголовок называется HTTP only и он запрещает доступ к кукам из JavaScript. Дело в том, что JavaScript тоже позволяет получать доступ к кукам. В этом языке также есть такая возможность. И так как JavaScript выполняется на странице, то если кто-то допустил уязвимость, вот мы рассматривали в теме про шаблоны и про шаблонизацию, вы помните, мы рассматривали XSS, когда мы не отфильтровали данные и благодаря этому злоумышленнику удалось опубликовать на нашем сайте скрипт, который мог бы получить доступ к кукам каждого, кто посетил эту страницу и их украсть. А вот если бы мы использовали заголовок, точнее параметр HTTP only, то куки были бы недоступны в принципе из JavaScript. Но с этим параметром нужно быть осторожным, потому что зачастую куки используются как способ связи между фронтендом и бэкендом. То есть мы могли бы таким образом через куки организовать взаимодействие между JavaScript и PHP. А если мы поставим этот заголовок в true, то такой способ будет невозможен. Ну и я рассказал вам все, что необходимо знать про работу с кукисами. Давайте подведем итоги, потом посмотрим демку для закрепления. А итоги у нас следующие. Получается, что куки это очень простой, универсальный и стандартный способ хранения состояния. Стандартный, потому что часть протокола, универсальный, потому что поддерживается всеми браузерами, есть поддержка в PHP, есть поддержка в JavaScript. Это все достоинства. То есть мы максимально просто можем организовать хранение состояния и взаимодействие между PHP и JavaScript. Недостатки у нас следующие. Во-первых, это ограничения по формату и объему данных. Куки не могут хранить много информации, больше 4 килобайт, и они ограничены только текстовыми данными. То есть мы можем хранить только простую текстовую информацию. Куки зависят от заголовков. То есть, если, допустим, какие-нибудь... вы выходите в интернет через рабочий прокси-сервер, допустим, такая ситуация, и этот прокси-сервер может быть настроен так, чтобы резать, удалять определенные заголовки. И в таком случае он может вырезать заголовок куки, и куки работать не будут. Ну и проблемы с безопасностью, то, о чем я рассказал только что, это XSS и перехват. Но, к счастью, есть способы обойти оба этих... обе этих проблемы, но, опять же, идеального решения не существует. Ну а пока давайте перейдем к демке. Еще раз посмотрим, как нам в PHP работать с куками. И сделаем простой счетчик. Итак, надеюсь, всем все видно. наша первая сегодняшняя демонстрация, это мы с помощью кук сделаем простой счетчик посещения страницы. То есть, то, что мы использовали в начале, показывали в начале. Так вот, для того, чтобы сделать такой счетчик, для начала мы определимся с именем куки, который будет этот счетчик хранить. Допустим, пусть он называется VisitCount. Далее мы определяем начальное значение, это 1, то есть по умолчанию мы запишем туда единицу. Устанавливаем срок жизни куки в 30 дней. С помощью функции StartToTime мы переводим вот такую запись, плюс 30 дней, в дату. Устанавливаем путь, весь сайт. И затем мы проверяем существование куки в массиве куки. Если такая кука есть, то есть, если мы ее ранее установили, то мы должны увеличить ее значение на единицу. Для этого мы получаем ее значение, текущее, плюсуем туда с помощью оператора инкремента, то есть, таким образом, увеличиваем значение на 1 единицу. И в конце, с помощью заголовка SetCookie мы снова эту куку в первый раз отправляем, либо если мы отправим куку с уже существующим именем, то ее значение просто перезапишется. Поэтому нам не важно, была она ранее, или мы ее обновляем. Так или иначе, мы всегда будем использовать SetCookie. Сюда передаем все параметры, то есть, название, значение, срок и путь. И в самом конце мы указываем текущее, показываем текущее значение счетчика. Смотрите, давайте я вам еще сразу покажу, как куку можно удалить. Вот у нас есть наша страница со счетчиком, вот мы здесь будем обновлять страницу, и это число будет увеличиваться. Теперь давайте посмотрим, где мы можем эту куку посмотреть. У нас есть вкладка в инструментах отработчиков, вкладка Application, здесь есть куки, и вот мы видим нашу куку, вот она, вот ее домен, путь, срок жизни, все это здесь показано. Если мы ее сейчас удалим, а ее можно удалить, таким образом, обновим страницу, и увидим, что счетчик опять пошел с единицы. Таким образом, мы сделали наш самый простой счетчик посещений с помощью куки, то есть мы сохранили значение в куках, получаем его и обновляем. Ваши вопросы, господа? Можете еще раз пояснить, где хранятся куки на клиенте или на сервере? Куки хранятся на клиенте в файловой системе вашего компьютера в отдельном файле в папке с браузером. Давайте тогда продолжим. Куки была наша первая тема, наш первый способ хранить данные между запросами, но есть и другой способ, более удобный для некоторых случаев. Он называется сессиями, но хотя мне больше нравится название сеанса, потому что оно лучше передает суть. Сессия или сеанс это способ точно так же хранить данные от пользователей между запросами, тоже на стороне, но в отличие от кук они хранятся на стороне сервера. Сессии это не часть протокола HTTP как куки, это понятие, которое есть только в языке PHP, то есть это та возможность, которую нам дает язык PHP. В нем встроено это понятие сессии и мы просто учимся с ним работать и используем его из своих сценариев. По сути сессии это просто некая настройка над куками и в отличие от кук сессии могут хранить любые объемы и типы данных, то есть они не ограничены четырьмя килобайтами и не ограничены только текстовой информацией. Также у сессии есть особенности, которые отличают их от кук. Во-первых, в отличие от кукисов, которые могут жить несколько лет, сессии могут жить только внутри одного сеанса, что называется сеансом. Вот пока вы ходите по страницам сайта, это все сеанс. Как только вы закрыли браузер или долго не проявляли активность на сайте, сеанс заканчивается и все данные, которые находились в сессии, удаляются. Таким образом, в сессиях мы можем хранить только те данные, которые нужны, пока пользователи ходят по сайту. То есть мы не можем там сохранить информацию, которая понадобится, если он вернется к этому сайту через год. Сессии хранятся, в отличие от кук, на сервере и хранятся они в файлах, только файлы эти будут теперь не на компьютере пользователя, а в файловой системе сервера. Ну и по умолчанию сессии работают с помощью кук, об этом мы сейчас посмотрим, как это происходит, но есть возможность им работать и без кукисов. Так вот, как же работают сессии? В отличие от кук, тут все немножко сложнее и вот с чего все начинается. В момент первого посещения сайта, если вы решили открыть сессию, что происходит? PHP за нас специально формирует некий ID, некий идентификатор, который будет назначен текущему пользователю, то есть тому, кто загрузил эту страницу. Этот ID формируется на основе текущего времени и некой другой случайной информации. Затем PHP создает специальный файл, с именем равным этому ID и в этом файле он будет хранить все данные сессии, которые мы туда запишем. Далее PHP создает специальную куку, по умолчанию называется php-sash-ID, в которую записывает тот самый ID сессии, созданный в первом шаге. Эту куку он отправляет, как и все остальные куки, в браузер пользователя. Затем, что происходит, самое важное, когда пользователь переходит на другую страницу или обновляет эту, то эта кука отправляется в PHP, в наш сценарий. По ID этой куки мы получаем имя файла, из имени файла мы получаем содержимое этого файла и это и есть содержимое сессии. То есть, это ID является как бы как бы таким номерком в гардеробе. То есть, когда вы отдаете пальто, вам дают номерок, потом с помощью этого номерка, с помощью этого ID вы получаете обратно свой предмет. Тут точно такой же принцип. Также вы сможете увидеть этот сессионный куки там же, где мы смотрели обычный. У него будет имя PHP сэш-ID а срок жизни у него будет сэшен. Сэшен означает, что эта кука удалится после закрытия браузера или окончания сеанса. Ну и, как я сказал, сессии хранятся на сервере. Они хранятся в виде отдельных файлов. То есть, вы можете увидеть если зайдете на сервер, где у вас установлен PHP. В папке varlib.php по умолчанию есть папка sessions и для каждой сессии там будет отдельный файл. Обратите внимание, из чего он состоит. Из префикса sesh и дальше идет ID сессии. Таким образом, с помощью этого ID сессии мы сопоставляем данные сессии с пользователем. Ну и, что касается жизни сессии. Я уже сказал, что сессия живет, пока жив сеанс. Что является сеансом? Сеансом является посещение страницы. Если между посещениями страниц проходит меньше 24 минут, что является сроком жизни по умолчанию, то сессия продолжает жить. То есть, если вы менее чем через 24 минуты обновили страницу или перешли по другой ссылке, то время жизни сессии обновляется. Если же вы находились на одной странице больше этого времени, либо если вы закрыли браузер, то сессия удаляется. Можно настроить с помощью конфига PHP. Можно установить время жизни в любой другой срок, поменять, допустим, на сутки, но по умолчанию в PHP установлено 24 минуты. Главное не путать сессии с куками, потому что сессии нужны для сессионных данных, которые требуются для текущего сеанса работы с сайтом, а куки нужны скорее для случаев, когда мы хотим некую информацию сохранить надолго. И вот чтобы вам было легче разобраться, чтобы вы не запутались между куками и сессиями, я составил такую сравнительную табличку, куда свел все основные характеристики обоих способов, чтобы сразу было видно их сходство и различие. Давайте быстренько по ней пробежимся. Еще раз, куки хранят простые строки сессии, практически любые типы, которые есть в PHP. У кук размер максимально около 4 килобайт у сессии он не ограничен. Куки хранятся в браузере сессии на сервере. Куки у нас нужны для длительного хранения, могут жить до 20 лет, а сессии только до кончения сеанса. Ну и сессии, как мы сейчас увидим, использовать проще, чем куки, потому что по сути работа с сессиями не отличается от работы с переменной. А с куками нам нужно знать функцию set куки и морочиться и так как куки находятся на клиенте, мы можем клиенту, пользователь может к ним обращаться, их менять, модифицировать, то к сессиям у клиента, у пользователя доступа нет. Ну и из всего этого простекают разные способы применения кук и сессии. То есть в куках лучше удобнее и правильнее хранить опять же настройки сайта, счетчики, посещаемость, допустим, чтобы знать, что как работают счетчики, не знаю, вы использовали или нет на своих сайтах или на чужих сайтах смотрели счетчики посещаемость, многие сайты публикуют такую информацию. Так вот, там есть такие показатели, как количество визитов за день, количество посещений. Вот чтобы отличать посещение от визита используются куки. Также можно считать сколько новых пользователей, сколько старых. Допустим, сегодня было 100 пользователей на сайте, да, из них 20 новых, а 80 старых, то есть 80 уже были ранее на этом сайте, как мы об этом узнали, мы поставили им куку, а у 20 этой куки не было, поэтому они новые. Ну, а в сессиях лучше хранить важную секретную информацию, которой у пользователя доступа быть не должно. Допустим, в сессии можно хранить ключ капча. Вот вы, когда капчу разгадываете, то ее решение, чтобы в PHP скрипте проверить решение, которое ввел пользователь, мы это решение в момент показа капчи сохраняем в сессии. Затем сравниваем то, что ввел клиент и что находится в сессии. То есть, сессии, они для любых данных, которые нам нужны в течение текущего сеанса и к которым не должно быть доступа у пользователя. Теперь давайте посмотрим, как с сессиями работать. С чего все начинается? Обязательно в PHP скрипте, если вы собираетесь работать с сессиями, обязательно нужно вызвать функцию session start. без этой функции никакой магии не будет. То есть, она нужна нам для того, чтобы мы могли обратиться к сессии. Затем мы работаем с сессиями, как с любым массивом. То есть, у нас появляется массив session, большой ассоциативный массив, в котором будут ключи. Если мы в эти ключи что-нибудь сохраним, то сохранится сессия. Точно так же мы оттуда читаем. То есть, еще раз, работа сессии ничем не отличается от работы с любым ассоциативным массивом. Тут никаких дополнительных функций не появляется, кроме функции session start. Нам не нужно думать о дате. Мы просто записываем в этот массив любые нам любые значения, потом точно так же из этого массива эти значения читаем. ну и точно так же просто происходит удаление сессии, ее очистка. Вам нужно просто очистить массив session, допустим, присвоить ему пустой массив, и по окончании работы скрипта PHP сам удалит все данные, которые были на сервере ассоциированы с этой сессией. То есть вы просто присваиваете session пустой массив, и сессия очищается. Давайте перейдем к демке и сделаем точно такой же счетчик, только теперь с помощью сессии. То есть мы сделаем точно такой же счетчик посещения страниц, только на этот раз он будет работать не на куках, а на сессиях. Итак, начинается все с session start. Обязательно нужно его не забывать ставить всегда. Опять же устанавливаем значение по умолчанию visitCount равен 1. Затем проверяем существование ключа visitCount в массиве session. Если такой ключ есть, то мы плюсуем единицу к этому значению. Ну и в конце мы просто присваиваем новое значение в ключ visitCount вот здесь. То есть как с обычным массивом. То есть вы можете воспринимать сессии как массив, который не умирает, не очищается по окончанию работы скрипта. Ну и в итоге мы просто выводим это значение. Обновляем страницу счетчик и счетчик у нас растет. Ну и неужели все-все-все понятно. По вопросам у нас сейчас будет перерывчик. Сессии cookie мы разобрали успешно, как я вижу. Всем все понятно. Поэтому мы сразу после нашего нашей 10-минутной паузы перейдем к следующей большой теме это аутентификация на сайте. Будем делать форму входа и сохранять данные, которые ввел пользователь в сессиях, чтобы затем показывать их на отдельных страницах. Давайте продолжим с вами в 20.00. а сейчас у нас будет 10-минутный перерыв. Давайте продолжим. Продолжим мы с нашей следующей темой, которая называется аутентификация. Таким словом, таким определением называется процедура, когда у нас есть логин и пароль пользователя, он их вводит, мы их сопоставляем с сохраненными и убеждаемся, что это тот самый человек, за которого он себя выдает и он имеет право получить доступ к сайту. То есть мы проводим процедуру аутентификации, сравнивая логин и пароль, переданный с сохраненным ранее. Это выполняется во многих случаях, допустим, в социальных сетях, когда вы входите в свой аккаунт, в интернет-банки, когда вы получаете доступ к своему счету. Ну и так далее. И в нашем личном, извините, в нашем учебном практике в Tube тоже есть форма входа, где можно ввести свой email и пароль и получить доступ к своему аккаунту. То есть здесь мы перед тем, как войти, мы должны этот аккаунт создать, для этого есть ссылка на регистрацию. После регистрации мы входим в него, указываем email и пароль, и если мы указали их верно, то получаем доступ к некоторым новым страницам и к новой функциональности, к новым возможностям сайта. Что это за возможности? Как правило, большинство сайтов делятся на две больших части. То есть каждый сайт состоит из публичной и приватной части. Вот опять же, возьмем ту же самую социальную сеть. там могут быть открытые страницы публичные, допустим, какие-нибудь открытые паблики, и есть закрытые страницы. Это страницы ваших настроек, сообщений, вашего профиля, то есть это все страницы, которым никто посторонний, кроме вас, доступ иметь не может. И к этим страницам вы можете получить доступ только если вы правильно введете свой логин и пароль. В случае с GIF-tube что у нас есть? У нас есть возможности доступные всем, как анонимным, так и тем, кто залогинился, и все пользователи без разделения могут смотреть любые GIF-ки. То есть можно искать GIF-ки в поиске, можно посмотреть их по категориям и так далее. Если же у вас есть аккаунт, и вы в него вошли, то у вас появляются новые возможности. Вы можете не только смотреть GIF-ки, но и грузить свои, оставлять комментарии, лайкать и использовать избранные. То есть имея аккаунт, вы получаете возможность пользоваться новыми функциями сайта. Вот смотрите, нас есть наш GIF-tube состоит условно из шести страниц. И четыре из этих страниц они публичны, то есть они доступны для всех. Это естественно главная страница, просмотр GIF-ки, регистрация и страница категории. То есть эти страницы может посмотреть любой посетитель. Также есть страница добавления и страница избранного. Эти страницы будут доступны только тем, кто успешно вошел в свой аккаунт. То есть это закрытая страница, закрытая часть сайта. Закрытая сайта естественно не может индексироваться поисковыми системами, она недоступна для поиска и вы к этой части сайта можете получить доступ только если вы прошли аутентификацию. Где вообще используется аутентификация кроме GIF-туба? Как я уже сказал, был пример с логином в соцсеть, в интернет-банке, только там как правило используется двухфакторный вход, то есть вы сначала вводите свой логин и пароль, а затем вам на телефон приходит смс с одноразовым кодом, который также нужно ввести. В любых сайтах, допустим, интернет-магазинах ваша картина заказов доступна только вам, и вы получаете к ней доступ только после входа на сайт. Ну короче везде, где нужно иметь доступ к какой-то важной конфиденциальной информации доступны только вам, только вам лично. И как эта схема вся работает, то есть что нужно сделать, какие действия должны произойти, чтобы вам дали доступ к этим закрытым страницам. То есть вы находите на сайте, который вас интересует, где у вас есть аккаунт, вы туда заходите и пытаетесь получить доступ к закрытой странице. Допустим, вы заходите по ссылке или вы добавили в избранное, и если эта страница является закрытой, то сайт просит вас представиться. Как правило, он показывает вам форму, где нужно ввести свой логин и пароль. Допустим, вы вводите логин, и чтобы подтвердить, что это именно вы, вам нужно ввести еще и пароль. Пароль это та комбинация, которая должна быть известна только вам. Таким образом, вы указываете логин и пароль, и если они верные, то есть, если они соответствуют тем, что были сохранены, то сайт вас узнает и дает вам доступ к закрытой части. Но тут важно не путать два похожих термина аутентификация и авторизация. Они очень похожи, но немножко разные вещи они означают. в случае с аутентификацией это проверка подлинности, то есть, мы когда входим на сайт, то проверяем подлинность предоставленных данных. И это и называется аутентификацией. А вот когда мы пытаемся получить доступ к какому-то действию, выполнить какое-нибудь действие или получить доступ к странице, то эта процедура называется авторизацией. То есть, авторизация проходит уже над аутентифицированным пользователем. То есть, сначала аутентификация, потом авторизация. То есть, авторизация это проверка уже для залогиненного пользователя, может ли конкретно этот пользователь получить доступ к этому действию. Ну и, конечно, все начинается с регистрации. То есть, чтобы у нас был аккаунт, мы должны сначала его завести. И создание аккаунта это, как правило, заполнение формы. Обычно форма состоит из нескольких полей, но там точно будет логин, email и пароль. То есть, логин или email и пароль. Эта форма типично мало чем отличаются они на разных сайтах, требуют они от вас разный набор данных, но минимально там будет логин или email и пароль. Вот смотрите самая простая форма регистрации, из чего она будет состоять. Там может быть логин. Это то имя пользователя, то есть, ваше имя, которое будет отображаться на сайте, как для вас самих, так и, допустим, если там есть комментарии, можно какой-то контент от своего имени опубликовать, то он будет опубликован от этого логина. Далее пароль. Самое важное это комбинация, которая должна быть известна только вам. тут возможны разные стратегии, то есть пароль вы можете как сами придумать, так и положиться на сайт, то есть сайт может за вас придумать пароль и отправить вам его по почте. Ну и конечно обязательно нужно ввести e-mail, так как e-mail будет использован для восстановления пароля и также с помощью e-mail по этому адресу администраторы сайта могут сами связаться. Получается, что минимальная форма регистрации состоит из трех полей логин, пароль и e-mail. Этого достаточно для того, чтобы завести для вас аккаунт и чтобы вы могли пользоваться сайтом полноценно. Ну а теперь давайте подробно разберем, что является паролем и как нам его хранить. Так вот, что является паролем? Пароль это сейчас единственный способ, самый распространенный способ доказать, что вы имеете доступ к этому аккаунту. То есть как это доказать? У вас должна быть какая-то секретная фраза, которая вам известна только вам. То есть вы придумываете пароль, никому его не рассказываете и считается что тот человек, который знает пароль, тот и является вами. Конечно, есть сейчас и другие способы аутентификации. Допустим, дактилоскопическая, когда есть сканер отпечатка пальцев, который часто используется на мобильных устройствах, но в вебе дактилоскопия еще не широко используется, поэтому и даже на телефонах вход по отпечатку пальцев никогда не является единственным возможным. То есть вас операционная система заставит придумать еще и пароль для того, чтобы воспользоваться паролем, если не прошел отпечаток пальца. То есть пароль всегда первичен. И так как пароль слишком важен для того, чтобы хранить его обыкак, давайте разберемся, как нам хранить пароли пользователя у себя на сервере. Так как логины и пароли используются, во-первых, хранятся у нас на сайте, во-вторых, они используются для входа, очень важно нам не допустить их утечки. По этой причине мы не должны хранить пароли в открытом виде, то есть как есть. Тот пароль, который нам, который придумал пользователь, мы его в том, в неизменном виде сохранить не можем. Потому что если мы так сделаем, и в нашей базе данных будут все пароли, а затем эта база данных попадет в чужие руки, то получится, что все-все аккаунты наших пользователей, они все будут скомпрометированы. То есть человек, который получил доступ к этой базе данных, может залогиниться от имени каждого из них и выполнить черт знает что. Поэтому, чтобы такого не произошло, мы пароли в открытом виде не храним. Вместо них, вместо паролей, мы храним их отпечатки, хэши. И что он называется отпечатком или хэшом, синонимы. Отпечаток или хэш это некоторая строка, которая является результатом работы функции хэширования над вашим паролем. То есть, у вас есть пароль, к нему применяется эта функция, и она возвращает для вашего пароля другую строку фиксированной длины, которая не имеет ничего общего с вашим паролем, она является его отпечатком. То есть, имея пароль, можно получить отпечаток. Но, имея отпечаток, получить пароль нельзя. Поэтому, операция хэширования является необратимой. Она работает только в одну сторону. То есть, мы из пароля можем получить отпечаток, обратное невозможно. Вот как это работает. Допустим, у нас есть любое слово, пусть это будет гладиолус, и мы хотим получить отпечаток от этого слова. То есть, в данном случае у нас гладиолус является паролем, который мы хотим сохранить. Мы этот текст, этот пароль передаем в специальную хэширующую функцию. Допустим, это может быть хэширующая функция mt5. Мы туда этот текст передаем, это функция что-то внутри себя делает и возвращает нам результат. Вот такую строку. Эта строка и является хэшом от слова гладиолус, то есть, она является хэшом нашего пароля. Можно представить себе это как оригинальные зерна. Мы их помещаем в кофемолку. Кофемолка из них нам делает молотый кофе, но обратно из молотого кофе зерна мы уже не получим. Тут то же самое. Мы имеем некие исходные данные, передаем их этой функции и эта функция возвращает нам другой результат строку, которая является хэшом от изначальной строки. ну и теперь получив хэш, давайте научимся работать с этим дальше. То есть, зачем нам нужен был хэш? Так как мы не можем хранить пароль, мы вместо него храним его хэш. А что нам делать, когда мы захотим проверить соответствие введенного пароля с сохраненным? У нас же его нету, правильно? Поэтому, когда пользователь пытается войти на сайт, что мы делаем? Мы тот пароль, который он ввел сейчас, то есть, пароль, который он указал в форме входа, мы получаем хэш от него. Запрашиваем, то есть, у него пароль, получаем хэш, и что мы делаем? Мы сравниваем хэш, который получили сейчас, с хэшом, который мы сохранили при регистрации, то есть, с изначальным. И если эти два хэша совпадают, то есть, если они одинаковы, значит и пароли тоже одинаковы, так как хэш всегда однозначен. Таким образом, мы можем сравнить два пароля, не зная при этом самого изначального пароля. Вот еще раз, как это работает пошагово. Во время регистрации пользователь придумывает себе пароль и отправляет его через форму. Затем мы в PHP-сценарии получаем всю эту форму вместе со всеми полями, в том числе и пароль. Мы этот пароль с помощью функции хэширования преобразуем в отпечаток, в хэш, и сохраняем этот отпечаток вместе со всей остальной информацией из формы, то есть, вместе с e-mail и со всем остальным, только вместо введенного пароля мы храним не его, а его отпечаток. И затем, когда нам нужно будет войти на сайт, сделать форму входа на сайт, мы снова получаем отпечаток уже от введенного пароля и сравниваем его с тем, что мы сохранили ранее. Как это выглядит в PHP? В PHP есть две функции, которые выполняют всю эту работу. Итак, первая функция называется PasswordHash и она является той самой хэширующей функцией, то есть, она берет пароль, который мы ей передаем здесь и возвращает нам хэш от этого пароля. Обратите внимание, что у этой функции есть второй обязательный аргумент, это алгоритм хэширования. Вы здесь можете указать константу passwordDefault, по сути, для вас это большого значения не имеет. Так вот, функция passwordHash возвращает хэш от переданного пароля и затем, там, где нам понадобится сравнить два хэша, допустим, введенный и сохраненный, используется функция passwordVerify. Она принимает два аргумента введенный пароль и хэш от сохраненного пароля и если эта функция возвращает true, значит пароль верен, если false, значит нет. ну а теперь, когда мы научились работать с паролями, давайте набросаем план, из чего у нас будет состоять полностью комплексно весь процесс аутентификации на сайте, то есть из каких компонентов, которые нам нужно будет по отдельности реализовать, все это вместе будет работать. и так, когда пользователь будет посещать нашу страницу и при запросе закрытой части сайта, допустим, при запросе страницы профиля, что будет происходить? Мы покажем ему форму входа, то есть нам нужно научиться показывать форму входа, затем, когда в этой форме он ведет данные и отправит ее, мы эту форму отвалидируем, затем проверим пароль с помощью вышеназванных функций и если все совпадает, то есть если пароль совпадает и все поля заполнены, то мы открываем сессию, мы с помощью функции session start открываем сессию и записываем в сессию данные текущего пользователя, допустим, его email и какой-нибудь ID, имя, что угодно. После этого, когда он переходит опять на закрытую страницу, на этой странице мы проверяем, существует ли сессия с этим пользователем, то есть если, допустим, мы в сессии сохранили ключ user, то мы просто проверяем, есть ли сессия с ключом user. Если такая сессия есть, то мы разрешаем доступ к этой странице. Если сессии нету, значит, пользователь форму не отправлял, аутентификацию не проходил и доступ к этой странице он иметь не должен. Мы показываем ему ошибку 403. И вот мы с вами должны научиться сделать каждый шаг, реализовать каждый шаг из этой схемы, то есть форму, валидацию, проверку пароля, все остальное. И все эти шаги вы также сделаете в рамках своего задания. Ну и давайте еще раз посмотрим на блок-схему, которая будет выполнять процесс аутентификации. Итак, у нас есть форма входа, мы получаем данные из этой формы, среди данных есть пароль, который мы преобразуем в хэш, потом мы ищем пользователя с этим e-mail и хэшом, если нашли, то мы открываем сессию и допустим адресуем его на главную страницу. Если такого пользователя не нашли, не нашли, то показываем форму опять же, где пишем сообщение об ошибке. Ну и первая часть после валидации, валидацию мы уже более-менее делать умеем, напомню, следующая часть это проверка пароля, то есть мы убедились, что поля заполнены, получили пароль и теперь нам нужно его сравнить, то есть нам нужно убедиться в том, что пароль верный. И для этого вначале мы должны найти пользователя с указанным логином или e-mail. Где этот пользователь может быть? Но мы пока еще не умеем работать с базой данных, то есть мы пока не умеем сохранять новые данные из формы, поэтому мы с вами в наших демках и в задании вы будете работать уже с готовым массивом, в котором будут три тестовых пользователя. Поэтому искать мы тоже будем по этому массиву. нашли в этом массиве значение с переданным e-mail и хэшируем переданный пароль, то есть получаем хэш пароля, сравниваем тот хэш, который находится в массиве с тем хэшом, который мы только что получили. Если они совпадают, то мы открываем сессию. Что нам нужно сделать дальше? Дальше все страницы, которые являются закрытыми, допустим, страница избранного или страницы профиля. На них нужно добавить специальный код, который не будет пускать на них людей без сессии. То есть анонимов мы не пропустим. Это называется ограничением доступа. Как это будет работать? После того, как пользователь войдет на сайт через форму, мы в сессии запишем об этом информацию. То есть мы, допустим, в сессию добавим ключ user, и если в сессии есть этот ключ, то на закрытой странице мы будем этот ключ проверять. Если он есть, то мы можем пустить его на сайт. Так как единственный способ, как бы в сессии эти данные появились, это только в том случае, если форма была заполнена верно. И если же у нас в сессии нету такого пользователя, то мы можем либо отправлять его на главную страницу, либо показывать код ответа 403 и показывать какую-нибудь ошибку. Тут уже все зависит от ваших предпочтений. Но также помимо закрытия целых страниц, еще часто бывает нужно не страницу запрещать, а часть страницы показывать или не показывать. Допустим, если пользователь залогинен, то мы должны показать ссылку на выход, а если пользователь не залогинен, то есть если это аноним, то мы показываем ему ссылку на вход, ссылку на регистрацию, не показываем ссылку на добавление гифки, и допустим на странице просмотра гифки не показываем блок комментариев. Соответственно, для залогиненного пользователя мы показываем ссылку на выход и профиль, на странице просмотра показываем кнопки «Избранная нравится» и показываем блок комментариев на странице просмотра. То есть одна и та же страница будет выглядеть по-разному для анонимных и для залогиненных. Тут принцип точно такой же. Мы пишем условие, где проверяем существование в сессии нужного нам ключа. Если этот ключ в сессии находится, то мы показываем один блок кода. Если его там нет, то показываем другой блок кода. Вот в данном примере, если пользователь не залогинен, то ему будет показан блок, где будут ссылки на регистрацию и вход. А если он залогинен, то ему покажется блок, где будут ссылки на профиль и выход. Ну и раз у нас есть возможность войти на сайт, то нужно дать возможность с сайта выйти. То есть это нужно делать обязательно, допустим, это нужно для безопасности. Те же самые социальные сети вы можете проверить, зайти на свою страницу не со своего компьютера, а там, допустим, с компьютера друга или из интернет-кафе. И нужно обязательно, перед тем, как закончить сеанс и уйти от компьютера, нужно из своего профиля выйти, чтобы другие люди им не воспользовались. Поэтому возможность выйти должна быть обязательно. И это, как правило, отдельная ссылка, которая адресует на страницу. И на этой странице происходит завершение сессии. То есть это отдельный сценарий, который очищает сессию, то есть удаляет все данные и адресует, допустим, на главную страницу. То бишь мы очищаем сессию, переадресовываем на другую страницу, и с этого момента в сессии уже не будет включая юзер, поэтому все закрытые страницы перестанут работать. Ну и давайте еще раз вернемся к нашей схеме. Смотрите, мы сейчас с вами выполним следующие шаги в нашей демке. Сделаем форму, сделаем ее в валидацию, проверку пароля, открытие сессии. И на примере одной очень простой страницы будем эту сессию проверять и показывать разную информацию в зависимости от ее существования. Итак, вот наша демка. А что у нас здесь имеется? У нас здесь есть два шаблона и три сценария. Итак, один сценарий называется DataPHP, и он содержит всего лишь один тумерный массив. В этом массиве данные о трех пользователях. Так как, повторюсь, мы не умеем работать с базами данных, поэтому все данные, которые нам доступны, это данные из сохраненных массивов. В данном случае у нас здесь массив, где есть три пользователя, у каждого свой e-mail, имя и хэш-пароли. То есть, используя этих тестовых пользователей, мы сможем тестировать форму входа. Далее у нас есть функция SearchUserByEmail. С помощью этой функции мы по этому массиву будем искать юзера с переданным e-mail. То есть, мы будем обходить этот массив, сравнивать значение каждого из них, значение e-mail каждого из них с искомым. И если такой найдется, то мы его вернем из функции. Ну и также у нас есть два шаблона. Один шаблон сверсткой формы. И другой шаблон для показа данных и сессии. Ну и, конечно, наш главный сценарий. Итак, так как мы будем использовать для хранения данных сессии, нужно не забыть начать стартовать сессию. То есть, открыть ее с помощью SessionStart. Далее мы проверяем, что форма была отправлена с помощью сравнения метода с постом. Если форма была отправлена, то вступает в действие следующий блок кода. В нем мы присваиваем весь пост в отдельную переменную для удобства. Начинаем валидацию. Валидация начинается с определения списка необходимых полей. Тут это два поля e-mail и пассворт. И также мы определяем массив, в котором будут ошибки валидации. Ну, тут уже все стандартно с последнего вебинара. Далее мы обходим массив всех необходимых полей. Смотрим с помощью функции empty, что такое значение, если такое значение отсутствует в форме, то мы добавляем ошибку в массив ошибок. Затем мы проверяем, что у нас нет ошибок и что юзера мы смогли найти по переданному e-mail. Напомню, функция все лучше user by e-mail ищет юзера по e-mail среди списка наших пользователей. И если эта функция вернула пользователя, мы можем двигаться дальше и сравнить его пароль с тем, который сохранен. В данном случае пароль у нас есть в форме. Первым аргументом мы передаем пароль, а вторым сохраненный хэш от этого пароля. И если функция password.verify возвращает true, то мы добавляем, самое главное, мы добавляем в сессию данные всего пользователя. То есть в сессии у нас хранится весь пользователь, его логин, e-mail и хэш пароля. Если же password.verify вернула false, значит пароль пользователь ввел неверный. Ошибку об этом мы записываем в наш массив ошибок. Ну, либо если мы не нашли пользователя, то пишем ошибку «Пользователь не найдет». Затем мы проверяем наш массив с ошибками. Если там есть хотя бы одно значение, то значит у нас либо валидация не прошла, либо введен неверный пароль. В таком случае мы должны снова показать форму и передать туда весь список ошибок, чтобы эти ошибки были подсвечены. Мы подключаем шаблон Enter, в котором находится наша форма, и передаем туда данные из формы и список ошибок. Если же массив пустой, значит ошибок не было, значит валидация прошла успешно и пароль верный, и мы переадресуем на главную страницу. Второе условие, оно выполняется в том случае, если форма не была отправлена. И тут возможно два варианта. Если массив session существует, то есть если массив session существует, значит форма была введена уже ранее, она была одобрена, то есть там был введен верный пароль, мы показываем наш тестовый шаблон WelcomePHP, в который передаем имя пользователя. Если же сессии нету, то мы просто показываем пустую форму. Ну и в конце подключаем layout. Итак, вот справа мы видим нашу форму, где нужно ввести email и пароль. И для начала давайте попробуем просто отправить ее пустой. Мы видим, что у нас оба поля подсветились красным, и также есть информация о каждом из них, то есть ошибка, ассоциированная с этим полем. Давайте посмотрим на шаблон формы, чтобы увидеть, как правильно показывать ошибки в лидации. Итак, в нашем шаблоне формы есть следующие условия. Напомню, что мы в этот шаблон передаем список ошибок вот здесь, и данные из формы, то есть то, что мы отправили. Таким образом, здесь мы имеем доступ к ошибкам и к старым данным, поэтому мы проверяем для каждого поля, есть ли для этого поля ошибка в списке ошибок. Если таковая есть, то мы меняем имя класса на специальный класс, который его подсветит красным. Также мы получаем старое значение из массива форм. Если такое значение есть, мы его используем, и если его нет, то присвоим пустую строку. Затем имя класса добавляем в input, а значение в атрибут value. Также, если у нас класс является, имя класса имеет форм input error, то есть оно заполняется в случае ошибки, мы добавляем блок кода, который покажет нам всплывающий тул тип. Ну и точно то же самое для второго поля. Что еще нас интересует? Нас интересует шаблон welcome, который будет показан в том случае, если сессия существует, и из этой сессии мы получаем имя пользователя и передаем его в этот шаблон. Вот здесь. Теперь давайте еще раз попробуем заполнить эту форму. Допустим, если мы заполним поле пароль, но не заполним e-mail, то мы видим, что теперь подсвечено только e-mail. А теперь давайте введем e-mail пользователя, но введем неверный пароль. Видим ошибку в подсвеченном поле пароль и ошибка неверный пароль. Ну и последний вариант. Мы введем правильный e-mail и правильный пароль. Пароль мы возьмем из задания. В вашем задании есть список паролей для этих трех тестовых пользователей. Вот они. И форма отработала. Нас переадресовала на главную страницу. И так как в сессии теперь есть ключ user, мы получили это значение в нашем шаблоне. И показываем по этому сообщению «Добро пожаловать, Игнат». Как нам разлогиниться? Так как мы не делали выход с сайта, потому что демка не показывает все необходимые шаги для выполнения задания. Если мы покажем все, то чтобы вам свое задание сделать, вы просто все скопируете и никакого кода самостоятельно не напишите. Пока мы просто удалим текущую сессию. Как мы это сделаем? Так как, я напомню, связь с сессией с пользователем за это отвечает KUKA.php.shid, и если мы ее удалим, то такая связь потеряется, и сессия очистится. Поэтому мы снова видим форму входа. Вот и все, что вам нужно знать про авторизацию и аутентификацию. Здесь мы рассмотрели работу формы входа, научились валидировать ее, проверять пароли, и даже научились в шаблоне страницы показывать данные из сессии и какие есть у вас вопросы в этой связи. Session Start пишем только в индекс.php. Ну, Session Start вам нужно писать в любом сценарии, где вы собираетесь использовать сессии. То есть, если вы сессиями работаете только в индекс.php, то нужно только там. Если вам сессии нужны на разных сценариях, то вы пишете Session Start в каждом из этих сценариев. Ну, конечно, это не относится к тем случаям, когда у вас есть сценарий, который вы подключаете во всех остальных файлах. Вы можете написать Session Start только там и подключать его просто обычным энклодом. Ну, и последний вопрос, который я хотел разобрать на этом вебинаре. Бывает, часто спрашивают. Возникает такая дилемма. Если мы не храним пароли пользователей, то как нам сделать восстановление забытого пароля? То есть, если наш юзер свою пароль забыл или потерял, мы должны дать ему доступ, дать ему возможность войти на наш сайт. То есть, мы должны сделать функцию восстановления пароля. Но так как сами их пароли у нас нету, как же нам быть? В случае с хранением вместо пароля хэша все немного усложняется, потому что если мы хранили пароль в открытом виде, мы бы просто попросили e-mail и на этот e-mail пароль отправили. Но так как пароля у нас нету, нужно действовать хитрее. То, что я сейчас рассказываю, оно не является обязательной частью. То есть, в ваших проектах нету функции восстановления пароля. У вас не будет такого задания. То есть, это все чисто ради расширения кругозора и любознательности. Так вот, если бы вы делали функцию восстановления пароля, как бы она работала? Для начала мы бы сделали форму, где юзер указывает свой e-mail. На этот e-mail ему отправляется ссылка. В этой ссылке зашит специальный код. В одном из параметров запроса там находится специальный код. И когда юзер переходит по этой ссылке, мы на этой странице получаем тот самый код, который мы ему отправили. А этот код является еще одним атрибутом пользователя. То есть, смотрите, допустим, у нас был список пользователей. Каждый из них имел следующие поля. E-mail, хэш пароля, логин. И мы добавили еще один четвертый атрибут. Это код. Затем, когда он переходит по этой ссылке, мы по этому коду находим этого пользователя и меняем ему пароль. То есть, мы либо сами генерируем новый пароль, либо предлагаем ему придумать себе новый пароль. Так или иначе, мы получаем новый пароль, хэшируем его и опять же заменяем хэш этим хэшом старый. То есть, мы хэшом нового пароля заменяем хэш старого. И юзер логинится на сайт уже с новым паролем. Поэтому восстановление нового восстановления пароля всегда приводит к смене старого. Ну и если вам интересно, у нас есть небольшая демка. Небольшая демка, где можно в общих чертах рассмотреть без подробностей этот принцип, с этим принципом познакомиться. Вот смотрите, у нас есть главный сценарий, в котором мы проверяем отправку формы восстановления пароля. что еще у нас здесь есть? У нас есть сценарий, который показывает форму с самой формой, форму восстановления пароля. но на самом деле нам нужно сейчас это все разбирать, потому что демка не охватывает полностью все необходимое, так как у нас здесь нет шаблонов, здесь есть, здесь описан просто общий принцип, и по сути вы самостоятельно можете к ней обратиться, когда вы будете смотреть остальные демки, если вас это заинтересует, вы можете посмотреть этот исходный код, но так как мы не задавались задачей делать такую функциональность, и в наших заданиях такого нету, то, наверное, нет смысла нам сейчас это обозревать. А посему давайте, если есть вопросы, окончательно их рассмотрим. Какой процент битурентов проходит курс? Ну, где-то около 40% сдают успешно личные проекты. Где задавать время сессии? Можно задать это в настройках PHP, PHP.ini, либо с помощью функции Ineset вы точно также можете из сценария указать время жизни сессии с помощью Ineset, но это было в презентации. Можно рассказать, как работает аутентификация через соцсети. Ну, достаточно популярный вопрос, его задавали и на прошлых вебинарах, на прошлом потоке точнее. Там работает все следующим образом. Допустим, если у вас есть аккаунт на фейсбуке, ну, вообще, социальные сети работают по протоколу ОАУС, ОАУС-2, но это не суть важна. Суть заключается в том, что у вас есть аккаунт соцсети и есть кнопка входа через соцсети на сайте. Когда вы нажимаете на эту кнопку входа, вас переадресовывает на страницу соцсети. Если вы там залогинены, допустим, если нет залогинена, то вы вводите свой логин и пароль от этой соцсети и там на специальной странице вас спрашивают, готовы ли вы предоставить доступ следующему сайту. Если вы говорите да, готов, то соцсеть отправляет на наш сайт специальный запрос, то есть она дергает специальный наш сценарий и передает туда в параметре запроса некий код, некий секретный код. Мы далее, получив этот код, на своем сайте в своем сценарии. Мы по этому коду делаем запрос в соцсеть по их API, передаем туда этот код и еще некоторую информацию и по этому коду от соцсети получаем данные пользователя, то есть его логин, возраст, в некоторых случаях email. Таким образом, с помощью этого кода мы можем удостовериться в том, что пользователь имеет аккаунт в этой соцсети. И мы вместо email и пароля можем использовать вход через соцсеть, потому что вся работа выполняется на стороне соцсети, а мы от нее получаем только этот код, по которому можем получить данные пользователя. как появляться код для восстановления пароля. Вопрос хороший, мы не рассматриваем все детали. Этот код генерируется в момент восстановления пароля, то есть когда вы открываете форму и вводите свой email, то для пользователя с этим email создается случайный код, который к нему записывается. Этот код потом отправляется ему в составе ссылки, когда он переходит по этой ссылке, мы из этой ссылки код получаем, находим этого пользователя и меняем ему пароль. нам было бы все это удобнее рассматривать, если бы мы уже могли с данными работать, то есть их менять. Без этого такую процедуру сделать не получится. Ну еще другой вариант, допустим, если у пользователя есть привязан еще телефон, то он может ввести email, а мы на привязанный номер телефона отсылаем ему новый пароль. Тогда даже никакой код не понадобится. Просто этот код вообще нужен для того, чтобы убедиться в том, что он имеет доступ к этому email, он получил эту ссылку, если он эту ссылку получил, то код он знает. «Как сделать, чтобы был доступ отдельно для пользователя и отдельно для администратора?» То есть для администратора одни страницы, а если обычный пользователь другие. Ну, это вопрос уже авторизации, скорее, да, это называется авторизацией, и тут вопрос интересный, конечно. Опять же, мы эти темы не рассматриваем, но если бы мы работали с базами данных, у нас была бы отдельная таблица, которая хранила бы всех пользователей. И там были бы следующие поля, скажем, email, логин и группа. Группа это как раз таки и есть администратор или обычный пользователь. И в момент входа на сайт, когда он вводит email, мы в этой таблице ищем его, находим, смотрим его в группу. Допустим, если группа администратор, то мы показываем ссылки на странице, которая доступна только администратору. А если группа пользователь, то мы эти ссылки соответственно не показываем. Если очень упрощенно, то так это работает. будет. Ну, а у нас тогда на сегодня все. Значит, тема у нас была интересная, важная, очень важная. Задание, которое вы будете делать, объемно объемно достаточно. Но мы рассмотрели большую часть все необходимые работы, мы сделали на этом вебинаре, в демках опять же вы можете вернуться, но я прошу вас не копировать все просто как есть, а подумать над тем, как они работают и написать код самостоятельно. Также вам нужно будет сделать немножко больше, чем мы рассматривали, но вы справитесь, ничего там особо сложного нет. На следующем вебинаре мы начнем работать с базами данных, познакомимся с MySQL, будем писать свои запросы. Это все будет в пятницу, а пока я с вами прощаюсь, до пятницы в 19.00 увидимся на следующем вебинаре. Всем пока.